Здравствуйте, меня зовут Оля, мне 37 лет. Хочу рассказать историю своей жизни. В возрасте 16 лет я начала употреблять наркотики. Сначала это было просто баловство, легкие наркотики. Но потом в возрасте 18 лет я училась в заведении высшем учебном. Я просто-напросто попробовала там наркотик, первентин, винт. И с этого момента моя жизнь просто рухнула. Просто я стала рабом этого наркотика. Я отдавала все туда. Я отдавала все. Жизнь, деньги, все, молодость свою. В общем, все абсолютно я разменяла. В моей жизни мне ничего не помогало абсолютно. Ни уговоры мамы, ни слезы матери, ни врачей, которым она меня возила. И в другие города, и в клиники, дорогие клиники. И просто экспериментальные разные программы, которые просто блокируют участки мозга, которые отвечают за удовольствие. Ничего это не поменяло. Начали очень сильные боли в позвоночнике. Настолько сильные, что даже опиум просто не забивал их. В одно прекрасное утро я не смогла встать на ноги. Просто не смогла от того, что не было сил в ногах. В связи с употреблением химических наркотиков просто вымылся кальций из организма и пошло разрушение костей. Но так как наркоманы, они не привыкли ходить к врачам, то просто-напросто я запустила этот процесс. И в итоге просто результатом этого процесса стало разрушение полностью позвоночника. Меня положили в больницу с диагнозом туберкулезный спонделит. С 2009 года я просто находилась на лечении. У меня отказали полностью ноги. Просто я не чувствовала ниже пояса абсолютно ничего. Это был полный паралич ног. Их не было. Просто это страшно. Меня привезли в больницу. Врачи сделали МРТ, сделали КТ, все эти. Говорят, нет, она не будет ходить. Просто мы можем сделать ей операцию, поставить титановые скрепления, чтобы она просто хотя бы могла сидеть в инвалидном кресле. Операцию назначили очень быстро, потому что время шло на минуты, когда отмирал этот спиной мозг. Да, я очень сильно занималась реабилитацией своей. Я очень много пыталась делать физических упражнений, но деформация была очевидна. Я просто не могла полноценно ходить и полноценно жить своей жизнью. Но я все равно продолжала употреблять наркотики. Даже это не остановило меня. Вот так вот просила. Последний месяц я просила. Бог, либо забери меня, либо сделай так, чтобы я умерла, либо поменяй что-то в моей жизни. Я возопила. Спасибо людям, которые меня просто привезли, которые не отказались от меня. Это Игорь Сергеевич Литвинов, это Андрей Борздов, это Оксана Порчевская. Они просто не отказались когда-то от меня. Они просто протянули мне руку помощи. Хотя я не верила в это все. Я думала, что меня просто хотят изолировать, чтобы я не употребляла. Я злилась на маму. Мама не хотела со мной вообще общаться. Когда я через месяц первый раз позвонила с центра реабилитационного и сказала, мама, здравствуй, пожалуйста, приедь ко мне на служение. Она сказала, я не хочу тебя видеть. Просто-напросто я не хочу тебя видеть. Это были страшные слова. Я, ну, как бы, знаете, ну, когда прошло полтора месяца, я поняла, что я хочу что-то изменить в своей жизни. И что все это, это все не просто так. Было служение 6 января. Очень сильное служение рождественское. И знаете, я уже тогда вышла на сцену, принимала это покаяние, и я поняла, что рождение свыше вот это, когда в тебе рождается новый человек. Андрей Георгиевич Тищенко на служение 6 января, когда была молитва за исцеление и разрушение проклятия, сказал... Дух преждевременной смерти! И я начала кашлять. У меня охватил нереальный кашель. Просто горло мое сдавило, и я просто начала кашлять. И я понимаю, что Бог в тот момент, Бог разрушил это проклятие. Но при этом я не переставала в личной комнате, в тайной комнате молиться о том, что ранами твоими Бог я исцелила. Ранами твоими, Господь, я знаю, что ты меня исцеляешь прямо сейчас. Я принимала это исцеление каждый раз, когда на меня возглаживали руки. Я принимала с верой. Я видела эту болезнь на Голховском кресте. Я видела, как Иисус Христос просто распят вместе с моей болезнью. И вы знаете, последний пост, это был, я как сейчас помню, трехдневный пост. Просто вот так вот у меня было откровение взять пост за приход новых людей, за спасение новых людей. Как бы за тех, которые еще находятся в проблеме. И в конце третьего дня у меня начала подниматься температура. Мне лидера говорили, выходи из поста, не надо. Температура зашкаливала за 40 уже. Открылась рана на спине, безостановочно, просто тек гной. Безостановочно, просто-напросто. Я позвонила маме, мама позвонила профессору, который меня оперировал. Назначили консультацию. Я приехала к нему, он глянул, отправил меня на МРТ, глянул. Отправил меня еще на одно МРТ, глянул. Говорит, этого не может быть. Это сверхъестественное, просто что-то сверхъестественное. Говорит, у тебя выросло два новых позвоночника. Твой организм, как и любой другой организм, когда нам что-то не надо, он начинает его отторгать. Просто начал отторгать эту конструкцию, потому что она просто уже не нужна ему. Потому что Бог дал мне новый позвоночник. Бог восстановил мои ткани позвоночник. Он просто исцелил меня. Это чудо. Другого объяснения у меня нету этому, тому, что произошло в моей жизни. Бог исцелил мой позвоночник. Просто он дал мне два новых хребта. Он говорит, ну что, будем оперировать и снимать эту конструкцию. Хотя эта конструкция, когда была проведена операция, она ставилась на всю жизнь. И она не должна была сниматься никогда, потому что она поддерживала функцию позвоночника. И вы знаете, я хотела просто хотя бы встать и ходить. Но Бог мне дал возможность не только встать и ходить, но служить людям. Веду активный образ жизни. И это мне не мешает. Я себя чувствую абсолютно здоровым, полноценным человеком. Я веду здоровый, полноценный образ жизни. Я молилась, что спасется я и спасется весь мой дом. Мама моя, она не верила во все это, как бы. Но прошел ровно год. Она никогда не оставалась на служениях. Но прошел ровно год, и она осталась со мной ходить на служение и покаялась. 28 февраля мне сделали операцию. Сняли эту конструкцию. И просто-напросто, уже 8 месяцев, я живу полноценной жизнью, месяц назад я была на приеме у профессора. Он посмотрел и сказал, я не знаю, конечно, со стороны медицины это необъяснимо. Но тот Бог, в Которого ты веришь, Он просто спас тебя. Люди медицины, они циничные, поэтому для них то, что может сотворить Бог, для них это необъяснимо. Но даже люди, которые циники, которые скептики, и которые просто верят только как бы фактам, они не могут отрицать, что чудо имело место. Теперь, вы знаете, просто я понимаю, что Бог меняет не только мое тело, Он меняет мое сердце. И мое сердце стало способно любить, стало способно не проходить мимо проблемы человека, стало способно служить людям. Субтитры создавал DimaTorzok